Первый российский газ по силе Сибири уже начал поступать в Китай. И это без преувеличения и стоическое событие. Ведь сибирское голубое топливо будет составлять без малого десятую часть всего спроса Поднебесной. Из приграничных территорий, из точек, где Россию и Китай соединяют новые газопроводы, репортажи моих коллег Ольги Армяковой и Александра Бальцкого. С опережением графика пять лет стройки в сложнейших климатических условиях уже позади. Сила Сибири открывает новые горизонты. Курс на восток. Если раньше мы подавали газ только в Европу, то теперь мы начинаем подавать газ в Китай. Триллион кубических метров газа за 30 лет. Крупнейшая энергетическая сделка. Ее Москва и Пекин заключили в 2014. Работы развернули практически сразу по обе стороны Амура. Строители двигались навстречу друг другу. Ну а свой путь Сила Сибири начинает в Якутии. От Чаиндинского месторождения до Благовещенска. На втором этапе в 2023 году газопровод соединят с Кавыктинским месторождением. В итоге вся магистраль растянется на 3000 километров. По извилистым сопкам сквозь непроходимую тайгу. Но Сила Сибири — это не только экспорт. В небольшом селе Ново-Ивановка, что в 160 километрах от Благовещенска, на зиму запасаются дровами. И ждут, когда вместо печки дом будут согревать теплые полы. Для этого даже затеяли ремонт. Мы очень ждем, что к нам сюда проведут газ. Тем более мы здесь практически на нем сидим, возле трубы живем. В амурские города и поселки тоже придет голубое топливо. Вместе с ним в области появится высокотехнологичное производство. Новейший газохимический кластер. Это более 10 тысяч рабочих мест, высококвалифицированных, с очень высокой оплатой труда. И поэтому, конечно, это революция в экономике региона. Но вернемся на компрессорную станцию «Атаманская». Таких на пути газовой магистрали будет 8. Первой запускают именно эту. И вот почему. Пройдя тысячи километров от месторождения, голубое топливо попадает в самое сердце силы Сибири. Вот оно, компрессорная установка, что буквально придает импульс, сжимает газ и повышает давление. И вот уже отсюда российское топливо улетает в Китай. Вот именно под этими столбиками в районе Хайхэй находятся первые метры трубопровода. По которому российский газ поступает на территорию Китая. Откуда уже дальше идёт? По всему китайскому участку силы Сибири, который здесь называют восточным маршрутом. Газопровод, который протянется более чем на 3000 километров. Для приёма российского газа здесь уже всё готово. Весь восточный маршрут — это три пролёта. Северный — с него начнутся поставки. Серединный — это ещё 1100 километров. И южный — он протянется уже до Шанхая. Там работы ещё продолжаются. Робот-сварщик работает в трубе, а управляем мы им отсюда. Вот так. И там внутри сразу 8 сварочных манипуляторов начинают движение. Они как живые руки. Эти трубы, как уверяют китайские инженеры, с самым большим диаметром в мире и из самой прочной марки стали. Впрочем, не это главное. Китайский Север — а это 70 миллионов человек. С развитием газоснабжения получат новые производства. Это самый крупный проект в области энергетики для наших стран. И он даст возможность для масштабных изменений там, где сейчас наблюдается нехватка энергоресурсов. В провинции Хэйлунзян преимущество газа уже оценили. И в местных ресторанах. Конечно, на газе готовить удобнее и быстрее. И на фабриках. Выбросов в атмосферу никаких. Вы не представляете, что здесь было два года назад, а сейчас, наконец, всё видно и даже небо. Подстёгнутый усилиями Пекина по борьбе с загрязнением воздуха спрос на газ в Китае к 2025-му может вырасти вдвое. Александр Балецкий, Ольга Ромякова, Михаил Артюхин и Константин Морозов. Вести Хэйлунзян, Амурская область.